Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Впереди у нас несколько, признаюсь, очень важных макроэкономических отсчетов. Как только мы их отторгуем, потом можно будет уходить уже на заслуженные выходные. Вы знаете, что на следующей неделе праздники, но хочу сказать, что раз рынки работают, значит будут макроэкономические данные и их нужно будет освещать. Поэтому наши брифинги будут состояться и в понедельник, и во вторник, и, соответственно, буду рад вас всех видеть. Единственное, небольшие коррективы в расписании, очень актуальная информация для тех, кто смотрит брифинги в прямом эфире через перископ. Теперь они будут выходить не в 9.00 по московскому времени, а в 9.30. И эти изменения вступят в силу с понедельника. Это такое небольшое объявление. А теперь давайте переходить к рынкам, к оценке фундаментального фона прошлого дня и то, как он повлиял на динамику основных валютных активов и товарных тоже, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Начнем мы по старинке с динамики Brent. Клосс вчерашнего дня 34.04 сейчас торгуется на отметке 33.91. В целом мы видим то, что с локальных I.O., которых удалось достигнуть Brent буквально днем ранее, вчера позиции черного золота скинули около 5%. Это очень много. И мы знаем то, что фундамент в целом сигнализировал о том, что покупки, они, мягко говоря, носили только спекулятивный характер и фундаментально не были обоснованы. Потому что мы зрим корень, соответственно, глубже копаем и знаем, что достигнутый соглашение, пакт, так называемый, между представителями ОПЕК и России о том, что лучше бы заморозить производство на январских максимальных уровнях, на январских отметках. Максимальных – это, конечно же, эпитет, который только подчеркивает тот факт, что это событие и это решение соглашения, но никак не сможет разгрузить вообще главный негатив, который присутствует на рынке энергоресурсов. Соглашение есть, вы знаете, то, что решили более не увеличивать производство, но сохранить на тех планках, которые удалось достигнуть к концу 2015-го, в начале 2016-го года. И все равно мы с вами знаем это катастрофические объемы, которые уже позволяют нам поговорить о том, что избыток в этом году превысит 300 миллионов тонн нефти. Знаем то, что мировая экономика является еще одним фактором, который из-за слабости позволяет усиливать расхождение между спросом и предложением. И как только в этом соглашении было достигнуто, мы сразу смотрели на него сквозь пальцы, потому что ждали с точки зрения позитивного настроя, что стороны должны понять необходимость, прежде всего, незамедлительного снижения объема производства. Тем не менее, была принята якобы золотая середина, кто-то наставил на сокращение, а кто-то, соответственно, не хотел просто увеличивать объем производства. Поэтому решили, что лучше заморозить на тех уровнях, которые были достигнуты. Напоминаю то, что очень интересный фон был буквально на прошлой торговой сессии, на позапрошлой, так уж точнее, поскольку, помните, как Иран менял свою позицию, и правильная, верная формулировка касательно того, что Иран поприветствовал соглашение, но не пообещал то, что будет держать планку, держать, соответственно, текущие объемы на актуальных значениях. И мы знаем то, что снятие финансово-экономических санкций позволит Ирану, да уже позволяет увеличивать производство. И я абсолютно уверен. Вот вернемся к этому, когда будем анализировать следующие цифры уже по объему производства в рамках ближневосточного картеля и отдельно по некоторым регионам и странам. Вы увидите то, что объемы производства к концу середины 2016 года будут выше 3,1 миллиона баррелей в сутки. То есть мы с вами, конечно же, вернемся к этому соглашению и просто будем констатировать тот факт, что мы тогда еще в начале 2016 года верно определили текущее позиционирование и не стали питать особых надежд на то, что это соглашение станет фактором долгосрочного роста позиций черного золота. Главным событием вчерашней торговой сессии, помимо, конечно же, локальной статистики, на которую мы ориентировались по запасам нефти, здесь стоит отметить то, что запасы выросли, как мы и предполагали, больше, чем на 2 миллиона баррелей за прошлую неделю. Соответственно, общая емкость на США по итогам прошлой недели превысила 504 миллиона баррелей. Это очень много. Это исторический максимум, чтобы вы понимали. Нефти много. Мы готовимся к весеннему сезону. Мы готовимся к сезонным факторам, которые будут по определению стимулировать увеличение емкости и запасов. А это уже и такой локально-среднесрочный фактор давления на позиции и Brent и WTI. Плюс ко всему, самое главное сообщение вчерашнего дня, Саудовская Аравия, пораскинув мозгами, пришла к выводу о том, что они все же не готовы сокращать объемы производства. Текущий объем, вы знаете, 10,3 миллиона баррелей в сутки. Очень много. Поэтому продолжаем спекулировать на идее того, что переизбыток является самым, скажем, ключевым эпитетом, который характеризует, соответственно, весь аналитический рынок. Мы знаем то, что количество растет. Мы понимаем то, что теперь, если раньше присутствовали позитивные ожидания того, что стороны все-таки осознают необходимости каких-то солидарных решений и снизит объем производства, сейчас внеочередное заседание ОПЕК уже прошло. Стороны договорились, но не о том, что могло реально было исправить ситуацию в отношении углеводорода. Поэтому сейчас вообще не на что надеяться в плане позитива. Локальная проторговка будет. Напоминаю, что коридор 30-35, он сохраняется. Границы держатся очень прочно. Но 85% вероятности того, что мы все-таки сможем в ближайшее время пробить как раз нижнюю границу и уйти ниже 30 долларов за баррель. Хорошо, что у нас есть возможность анализировать макроэкономический фонд в каждодневном формате. Мы смотрим за актуальными новостями. И если на рынке, конечно же, появится какой-то серьезный позитив касательно бренда EWTI, я постараюсь вам первым его обозначить. И как только, если он появится, тогда будем, конечно же, думать, как торговать брендом дальше. Но сейчас это только вниз. Не поддаемся на заблуждения, связанные с локальным выпадом, потому что знаем, что фундаментальная картина, она позволяет нам распродавать все позиции черного золота. Российская валюта. 76,55. 75 не удалось протестировать удачно для курса рубля, потому что тут же ослабла нефть. Я считаю то, что по причине высоких шансов сохранения коррекционного тренда по позициям черного золота нужно, конечно же, ориентироваться на еще большую девальвацию и рубля. Впереди у нас отметка 80, хотя впереди у нас также на следующей неделе и налоговый период, когда российские экспортеры будут исполнять свои обязательства перед бюджетом. Конечно же, суммы приличные и традиционный спрос на рубль через конверсию, опять же, вопчики по идее должен оказывать поддержку рублю. Но все будет зависеть от позиции и от актуальных котировок к нефти, потому что для рубля более стоящего, более существенного триггера сейчас на рынке попросту нет. Значит, следим за нефтью и параллельно прогнозируем, что может произойти с курсом российской валюты. Но наша цель остается по-прежнему неизменной. Ждем закрепления выше 80 рублей против доллара. Далее, европейская валюта против американского конкурента. Вчера очередная разручная сессия. То есть, евро против доллара снижается уже пять торговых дней подряд. Причин предостаточно. Прежде всего, это совершенно очевидное улучшение настроений, о чем мы делаем вывод, наблюдая за той положительной и позитивной динамикой, которую показывают международные фондовые секции. Вчера, да, коррекция, снижение небольшое, но небольшое. Я думаю, что это больше похоже на локальную проторговку и консолидацию. В целом, мы видим то, что фондовые рынки на протяжении практически всей недели росли. И рост фондовой секции, как следствие улучшения рыночных настроений, тут же снова переориентировал инвесторов из защиты в рисковые инструменты и лишил главный валютный риск традиционного статуса, который оказывал поддержку евро на протяжении прошлой недели, это статус валюты фондирования и финансирования. Против евро действует также национальный фундамент. Еще стоит отметить, что сейчас складывается очень хорошая тенденция, когда положительные тренды азиатской фондовой секции подхватываются Европой и США. И вы не забывайте о том, что такая преемственность сохраняется. И если европейский фондовый рынок набирает обороты, значит, традиционно длинные сделки на фондовом рынке хеджируются через короткие сделки по паре евро-доллар. Это еще один фактор, который может теснить позиции главного валютного риска. Про фундамент мы достаточно говорили на этой неделе. Было несколько неплохих отчетов, не то чтобы супер важных, но все-таки значительная статистика, которая позволяет нам в целом уже аккумулировать общий фон и делать какие-то прогнозы и строить суждения относительно того, будет ли Европейский центральный банк действовать по итогам мартовского заседания, которое пройдет 10 марта. Мы с вами сошлись во мнении о том, что, скорее всего, да. И такая позиция была подтверждена еще председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Стоит отметить, что целый блок слабых макроэкономических отчетов вчера стал причиной, вследствие которого организация экономического сотрудничества и развития вынуждена была пересмотреть прогнозы по экономическому росту еврозоны. В частности, раньше прогноз предполагал, что в 2016 году экономика валютного блока сможет добраться до бланки в 2,5% роста. Сейчас прогнозы скорректированы до 2%. Такая же участь характерна и для ведущего локомотива еврозоны для Германии. Раньше прогноз был 1,8%, сейчас 1,3%. И это, скажем, еще не вечер. Я уверен, что прогнозы будут корректироваться. Да и мы, наверное, без комментариев со стороны, опять же, организации экономического содружества, без комментариев инвестиционных банков, всемирного банка, без рейтинговых агентств, знаем то, что прогнозы будут снижаться, потому что еврозоны также плохо, будучи развитым рынком, реагируют на слабость развивающейся площадок, потому что именно развивающиеся рынки это главный плацдарм для сбыта экспортной продукции. Слабость там, соответственно, низкие показатели промышленной активности и еще и слабая потребительская активность. В общем, этот тренд, он сейчас закольцовывается, но пока мы не видим ему конца. Тренд, конечно же, указывающий на то, что спад будет продолжаться. В частности, возвращаясь к европейской валюте, сегодня отчетов, которые будут касаться европейского региона, практически нет никаких, если и ориентироваться это на макроэкономический фонд по Англии и Соединенным Штатам Америки. Что касается еврозоны, на следующей неделе у нас будут показатели по инфляции, очень важная статистика, но о ней мы, конечно же, поговорим уже на следующей неделе. Сегодня, несмотря на наличие серьезного потенциала, который указывает на то, что евро уже скоро доберется до нашего долгожданного, такого сакрального отложенного ордера, как 1.10, я все-таки предлагаю рискнуть, особенно тем, кто традиционно относит себя к спекулянтам, а поэтому проводит рисковые сделки внутри дня, рискнуть и поставить на рост главного валютного риска до конца сегодняшней торговой сессии. С чем это связано? Да, еще раз напоминаю, фундаментальный фонд по-прежнему указывает на то, что евро нужно продавать, но сегодня у нас может к трейдингу добавиться так называемый пятничный эффект, о котором вы все знаете. Если в рамках недели у нас вкладывается полноценный тренд, который мы видим сейчас по евро-доллару, это 5 торговых сессий, исключительно снижение, то обычно после такого ралли перед закрытием недели и перед выходными трейдеры начинают фиксировать достигнутый результат, а фиксация профита провоцирует обратную тягу, обратный откат и соответственно движение против трендового, против того тренда, который был сформирован в рамках недели. Поэтому если сегодня все-таки сделать ставку на то, что пятничный эффект даст о себе знать, полагаю, что евро сможет закрыть день с таким мажорным настроением и потеснит позиции американского конкурента. Поэтому в качестве идеи предлагаю поднять пару евро-доллар прямо с текущих отметок, а что касается стоп-лосса, то его можно будет на всякий случай выставить на отметке 1.10.50. Очень рисковая сделка, но все-таки для, скажем, этой сделки есть, на мой взгляд, вполне резонное основание. И это основание психологии трейдинга и желание уйти на выходные с неплохим профитом, которым, ну, могут воспользоваться те спекулянты, которые продавали евро на протяжении всей полноценной торговой недели. Далее идем. Фунт против доллара. Вчера мы видели то, что британец активно рос против американца, даже пытался добраться до сопротивления, которое значится на отметке 1.44. говоря про ключевые причины, опять же, повышенного спроса на фунта, фундамента здесь нет никакого. Мы видели то, что календарь, в принципе, был пуст, и трейдеры решили использовать это локальное фундаментальное затишье, чтобы потеснить позиции доллара. Им, в принципе, это сделать удалось. Сегодня уже будем следить за статистикой в 12.30 по московскому времени выйдут розничные продажи, и мы с вами прекрасно знаем то, что даже несмотря на те положительные ожидания, которые закладываются в основу этого отчета, у нас более серьезные резонные основания полагают то, что розничные продажи вряд ли покажут хорошую статистику, потому что розничные продажи отражают потребительскую активность. И вы помните, на этой неделе мы констатировали слабость индекса потребительских цен, который напрямую влияет на показатели потребительской активности. И плюс ко всему у нас недостаточный, я бы даже сказал, скромный прирост заработных плат. При такой, скажем, картине, ну, вряд ли стоит рассчитывать на то, что розничные продажи будут характеризоваться хорошими цифрами. Если посмотрите на прогнозы, большинство экспертов сходится во мнении, что сегодня фунт может получить фундаментальную поддержку. Но, если, опять же, копать глубже, я считаю то, что эти основания несколько преувеличены и все-таки больше лучше сделать ставку на тот слабый макроэкономический фонд, который мы анализировали на протяжении всей торговой пятидневки. А поэтому, как следствие фунта сегодня может снова оказаться под давлением и начать постепенное снижение к нашей долгосрочной цели, которая значится на отметке 1,4. Даже если каким-то чудом сегодня фунт сможет все-таки зацепиться за возможное, вероятное, фундаментальное проявление поддержки, не забывайте о том, что вслед за статистикой из Англии у нас будут данные по инфляции в США. А вот это уже серьезнейший отчет всей недели. И если инфляция поддержит доллар, тогда американец тут же воспользуется этой возможностью и, разумеется, потеснит позиции всех своих конкурентов и британца как рискового актива тоже. Поэтому в отношении фунта я продолжаю по-прежнему делать ставку на ослабление и рекомендую вам также рассмотреть возможность продажи этого актива. Далее, доллар против японской иены. Мы видим то, что USD иена сейчас снижается. Может быть, это отражение того, что мы на азиатской торговой сессии видим о снижении шанхайского композитного индекса, который сегодня просел на 0,4%. И традиционно, конечно же, паника на Азии, она провоцирует подцепную реакцию, опасения и на то, что они будут продолжены в рамках всей торговой сессии. Снова говорим о спросе на защитные активы, но настроения очень быстро меняются. Тем более, что в отношении пары USD иены у нас есть уже очень серьезное замечание со стороны Банка Японии о том, что они, в принципе, ну, не допустят уже еще больше укрепления иены, тем более, что дорогая национальная валюта это серьезный подрыв для конкурентоспособности национальных производителей и, как следствие, еще больше просадки показателей экспорта и промышленности. Но куда еще хуже. Вы посмотрите на последние цифры, это тренд, который продолжается уже больше 6-7 месяцев. Экономику нужно спасать. Если Банк Японии не хочет предпринимать более агрессивные шаги по экономическому стимулированию, то, по крайней мере, нужно следить за стоимостью курса национальной валюты. И мы знаем то, что, скорее всего, Банк Японии это и будет делать, потому что еще на прошлой неделе, когда мы стали полномерно приближаться к отметке 110, на рынке появились слухи о том, что Банк Японии в любой момент может провести валютные интервенции. То же самое мы ожидаем и со стороны Национального банка Швейцарии, который держит руку на пульсе и готов поддержать уже своих производителей. Еще, конечно же, до дела не дошло, но мы знаем то, что Национальный банк Швейцарии, он очень, скажем, склонен к таким сюрпризным и внезапным решениям, тем более, что по факту отмены планки по Евросвисе мы уже, скажем, имеем такой опыт. В общем, Национальный банк Швейцарии, так же, как и Банк Японии, действительно способны провести эти валютные интервенции, поэтому я предлагаю делать ставку исключительно на открытие длинных позиций, что по первому, что и по второму. USD-свиси, чтобы далеко не отходить, у нас растет, мы вчера наблюдали локальный хай 0.9967, наша ближайшая цель паритета еще немножко и доберемся до туго. Сейчас 0.9914, совершенно очевидно, то, что USD-свиси уже развернулся для того, чтобы протестировать уже новые локальные максимальные отметки. Самое главное, чтобы в этот момент вы, безусловно, находились в рынке. Что касается пары USD-иена, вчера у нас вышли данные по заявкам на пособие по безработице, отчет, вы знаете, снова хороший, уже которую неделю подряд можно сбиться со счета. В частности, 262 тысячи новых рабочих мест, точнее, заявок на пособие по безработице против 269. Очевидный позитив, и вы помните то, что каждую неделю, анализируя эту статистику, эксперты также закладывают этот отчет в возможные ожидания по показателю Non-Farm Parals. И, судя по отчетам последних недель, у нас уже есть все основания полагать, что и следующий релиз начала уже мартовского месяца по состоянию рынка труда и количество новых рабочих мест вне сельско-хозяйственного сектора снова порадует нас хорошей статистикой. Но будем ориентироваться, прежде всего, на прирост заработных плат, потому что именно это будет разгонять инфляцию и позволить снова ФРС вернуться к жесткой оценке и констатировать все-таки готовность к тому, чтобы и дальше повышать процентные ставки. Сегодня следим за отчетом по индексу потребительских цен. Он выйдет в 16.30 по московскому времени. Считаю, что отчет может оказаться с плюсом. 0,1 уж точно, наверное, были основания, чтобы прибавить к старой оценке. И если цифры действительно окажутся такими, то есть оптимистичный сценарий будет реализован, USDEN получит локальные основания, чтобы начать расти, потому что сейчас USDEN не хватает реально фундаментального фактора, который позволит сломить вот этот негативный тренд. Важный фактор это доллар, потому что доллар никак не может собраться сейчас силами, чтобы снова отстоять свои лидерские позиции. Если настроения стали улучшаться, тогда хорошо, пол дела уже сделано, нужно дождаться еще и хорошей статистики из Штатов. Но уверен, что минимальные уровни по USD и иене мы уже достигли, ждем по-прежнему уровня 115, и оттуда уже начинаем действовать, торгуя через длинную сделку с целью 125, хотя многие рейтинговые агентства предлагают ориентироваться даже на более высокие ценовые значения. Еще пару слов хотел сказать про новозеландцы против доллара. Почему я делаю акцент сейчас на эту валютную пару? Потому что были буквально днем ранее опубликованы данные по индексу оптовых цен, и в этот раз отсчет очень сильно бросил. Минус 1,2% против прошлого роста на 1,6%. Такой контраст позволил мне предположить, что инфляция по сути которая остается на низких значениях создает устои для того, чтобы резервный банк Новой Зеландии задумывался о повышении процентов, то есть об еще одном снижении процентной ставки. И судя по аукционно на молочную продукцию, которую мы видим в последнее время, учитывая также риски со стороны Китая, я считаю то, что по резервному банку Новой Зеландии мы скорее всего дождемся снижения ставки быстрее, чем в рамках австралийской экономики. Поэтому сейчас, если уж складывается такая картина, предлагаю также рискнуть и сделать ставку на ослабление Новой Зеландца через отложенный ордер селл стопа с 0.66. Стоп-лосс при этом можно поставить на отметке 0.67. Австралийц против доллара. Здесь ничего не меняется, мы находимся в сделке уже с хорошим профитом. Стоп-лосс у нас на уровне 0.72, пока его там и держим. Про USDC мы уже поговорили, USDC, реакция на ослабление нефти, видим то, что USDC снова растет и актуальные котировки 0.37.66. Из важных отчетов, еще раз повторяю, сегодня через несколько часов в 12.30 роничные продажи по Англии, ориентируемся на еще один слабый релиз и, соответственно, ждем давления на фунта. В 16.30 инфляция в США, также еще в это же время выйдут данные по инфляции Канады, но для канадца сейчас определяющим, конечно же, выступает нефть, так же, как и для российской валюты. Поэтому полагаю, что на отчет особо трейдеры внимания особого и не будут обращать. Ну и в конце сегодняшней торговой сессии традиционный недельный отчет по количеству буровых в США. Здесь, если руководствоваться опытом последних многих месяцев, скорее всего, очередное снижение, но повлияет ли это на нефть, учитывая такой новостной фон, который создает больше оснований для снижения, это вопрос. В общем, итоги сегодняшнего отчета по буровым уже подведем в ходе следующего брифинга в понедельник. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание. Вы знаете, что если есть вопросы, их можно задавать в любом количестве на нашем официальном канале на YouTube и использовать для этого форум о маркции. Мы с вами увидимся уже на следующем брифинге в понедельник. Я напоминаю, он состоится, его вторник, собственно, тоже. Только время у нас немножко изменено, соответственно, теперь вместо 9 будем выходить в прямой эфир в 9.30 по московскому времени. Большое спасибо за внимание. Хороших вам всем выходных. Увидимся в понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok